здравствуйте что делать если вы хотите посетить бар кафе ресторан в условиях пандемиков и 19 если это не запрещено карантином то я ваше решение приветствую это улучшит ваш уровень здоровья разнообразить систему питания только в том случае если вы знаете как правильно к этому непростому событию подготовиться инструкции как открыть бар и кафе рестораны они известны сожалению они не безгрешны там есть слабые места и самое главное место не учтено одно обстоятельство а именно ваш уровень здоровья ваш пол ваш возраст вот эти события они так или иначе влияют на состояние вашей пищеварительной системы иммунитет в целом а один из путей напомню коронавирус сделал интересное движение в отношении вашего образа жизни приведет в конце концов его здоровому образу жизни по той простой причине что он перекрыл основные пути попадания в организм он может попадать и воздушно-капельным путем через дыхательную систему и контактно-бытовым фекально-оральным путем или тем же воздушно-капельным через пищеварительную систему и вот здесь один из путей вы вынуждены будете открыть снять маску хотя бы частично вы кафе или в ресторане и возможность заражения появляется только в том случае она резко может влиять на ваше здоровье если вы не знаете как этому событию правильно подготовиться я врач диетолог борис качко автор более 60 опубликованных книг и брошюр в том числе книги к вид 19 что делать в которой более 500 полезных советов диетолога в этом видео вам расскажу как правильно подготовиться к выходу из комфортных домашних условий и попасть в ресторан либо в кафе правильно зависимости от вашего пола возраста и уровня здоровья во всяком случае некоторых заболеваний и если вы ребенок или подросток или женщины то чаще всего у вас есть такой диагноз дискинезия желудочного пузыря или возможно у вас есть эрозивный гастрит или возможно у вас уже удален желудочный пузырь вот в этих случаях я советую вам за час полтора не более интервал должен быть до начала трапезы в ресторане либо в кафе вы можете съесть порцию рыбы либо птицы с овощным либо фруктовым гарниром обязательно после адекватной тепловой обработки в этом случае ваша пищеварительная система будет занята переваривание пищи в ней будет достаточно высокая секреция соляной кислоты в которой погибают коронавирусы напомню ph 3 и меньше а в желудке нормальная переваривание пищи идет при паш 0 9-2 и 5 то есть запасом губительные условия для коронавируса и выходя из домашних условий ваша пищеварительная система все время закрыта и в ресторан вы попадаете без корона вирусов конечно нужно будет знать как правильно открыть и ресторан как правильно начать трапезу об этом я расскажу в одном из следующих видео но здесь вот эта информация очень важно что делать если у вас в анамнезе хронический гастрододенид и язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки или у вас гастрит сохраненной кислотообразующей функцией в этом случае начало интервал между трапезой дома и трапезой в ресторане может быть полтора два часа в это время тоже ваш желудок закрыт и он непроницаемы для коронавирусной инфекции если у вас гастрит со сниженной секреторной способностью желудочного сока то интервал может быть и три четыре часа пища вас просто переваривается дольше в желудке но вы имеете бонус дольше ваш желудок непроницаемый для коронавирусных инфекций конечно если у вас гастрит с явлениями атрофии то есть секреция снижена тут нужно уже думать чем еще дополнительно стимулировать ваш желудок как ему помогать работать лучше для того чтобы пищеварительная система работала более эффективно конечно между эти два события поход в ресторан или в кафе это одно из особенностей или одна из особенностей вашего образа жизни питаться нужно правильно и другое время об особенностях правильного питания во время пандемии к вид 19 я больше пишу в своей книге к вид 19 что делать книга есть в электронном виде можете найти в интернете скачать прочитать и получить важную полезную для вас информацию напомню там более 500 полезных советов диетолога как правильно питаться условия пандемии потому что от этого зависит работа вашей иммунной системы от этого зависят осложнения в дыхательной системе китайская медицина прямо указывает на это событие меридиан легких связан с меридианом толстого кишечника откройте интернет посмотрите а между ними почему в толстом кишечнике максимальное идет процесс изображение либо гниения то есть активность патогенной микрофлоры максимально там в тонком кишечнике идет верхнем отделе переваривание в нижнем четырех метров всасывания а вот разгул микрофлоры в толстом кишечнике если вы не знаете как его правильно контролировать токсичные продукты жизнедеятельности попадают кровь если у вас хорошая работа печени на этом все и заканчивается а если у вас вы подросток у которых ослаблена печи работает по женскому типу если вы женщина у которых всю жизнь печи работает по женскому типу если у вас в анамнезе хронический гепатит или сейчас у вас есть жировой гепатоз то это гепатит фильтрующая способность вашей печени снижена неважно у вас из-за этого тромбоцитопения либо сахарный диабет в любом случае дыхательная система у вас ослаблена и риск осложнений повышен поэтому думайте о том что пандемия она пришла не на месяц либо два сожалению эти оптимистические прогнозы уже давно все забыли полтора два года как минимум коронавирус будет в том случае если он будет не такой изменчив как он сейчас пытается уходить от максим вакцин которые против него вырабатывают и только ваша иммунная система это залог вашего здоровья здесь и сейчас и благоприятного исхода инфекции случае если она разовьется а очень вероятно что она разовьется пандемию напомню остановит коллективный иммунитет это один из способов прекращения пандемии 70-60 процентов населения 20-30 процентов уже иммунная прослойка есть уже пандемия будет тормозить уже мало вероятность передачи инфекции она уже будет тормозить остановка 60-70 когда некому передать инфекцию у всех уже есть иммунитет а иммунитет зависит от правильной работы вашей пищеварительной системы от вашей печени кстати многое книг написал такие более полезные в этом случае кофе рейша алоэ вера и ваше здоровье просто не знал год назад ее опубликовал и в этой книге тоже очень много полезной информации которая нужна условиях пандемии к в 19 просто или просто если вы хотите жить лучше и дольше вот эти особенности в питании нужно учитывать и в этом случае в безопасности в одном из следующих видео я расскажу как правильно начать трапезу это тоже имеет очень большое значение для того чтобы сохранить способность вашего желудка уничтожать коронавирусы и предотвратить возможность заражения в заведениях общественного питания потому что там есть слабые места которые к сожалению ну пропущены так бывает но их можно будет устранить до уровня руководителя или хозяина этого заведения вот такое видео тоже со временем напишу ну а на этой позитивной ноте надеюсь что теперь если вы пойдете в кафе либо ресторан вы и ваша семья будут безопасности потому что коронавирусы в этом случае это одна из частей вашего правильного питания потому что они будут гибнуть вашим правильно подготовленным желудке до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в instagram